Вот этот хозяин этой машины выскочит, ну, увидит пожар, выскочит, и его тут же... Они мне объяснили, что сотрудники ВСБ присутствуют, ну, на территории. И его задержат сразу? Да, они мне сказали, что они прям тут же его задержат. 46-летняя жительница Петербурга попалась на уже сотни раз отработанную схему развода. Пункт 1. Мошенники узнают всю информацию о будущей жертве. Пункт 2. Создают аккаунт в мессенджерах с именем и фамилией какого-то ее знакомого. Ну, например, как в этот раз, бывшего руководителя. Потом фейковый руководитель пишет жертве, что, мол, дело плохо, скоро с тобой свяжется или следователь, или сотрудник ВСБ. Со мной в телеграмме связались право руководителя бывшего, потом следователь. Сказали, что с моими данными банковскими воспользовались. Что якобы я переводила какому-то там террористу деньги. Потом раздается звонок и теперь уже фейковый сотрудник ВСБ сообщает, что от вашего имени пытаются взять кучу кредитов, чтобы потом перевести эти деньги террористам, за что вам, несомненно, будет грозить тюремный срок. Поэтому надо срочно самому обижать все банки, набрать кредитов, чтобы это не сделали мошенники. Сотрудница свела меня по всем банкам, чтобы я сама оформила кредит, якобы, чтобы они не воспользовались моими счетами, что ли. В одном банке миллион, плюс еще страховка в другом банке 700 с чем-то там тоже со страховкой. Вот эти две суммы я отправила. Когда жертве одобряют кредиты и выдают деньги, их нужно срочно отправить на безопасный счет, он же счет мошенников. Оказалось, что это недостаточно. Мой, как они сказали, кредитный потенциал больше, поэтому мне надо его еще перекрыть. И потребовалась еще какая-то сумма, но у меня ее не банил. У меня уже мои личные спрашивали. Просили либо занять, либо снова где-то, ну да, занять. Но самое жестокое, что когда мошенники понимают, что кредитов жертве больше никто не дает и занять тоже уже не у кого, то тогда они напоследок заставляют еще и совершить уголовное преступление. Ну, допустим, под видом оперативных действий. Вплоть до самого момента они мне не говорили, что именно делать, пока я не доехала куда надо. Ну, они мне адрес дали. По пути, правда, сказали купить канистру, залить ее бензином. В этот раз лже-ФСБшники сообщили женщине, что надо поджечь машины, чтобы якобы выманить из домов их хозяев, чтобы на улице их задержали сотрудники ФСБ. Они сказали, так надо, это на благо страны, что я сейчас, ну, как бы... Помогаете разоблачить мошенников? Да. Все это произошло в ночь на воскресенье 25 августа. Всего женщина успела посетить пять адресов в Петербурге и поджечь BMW, Mercedes, Audi, Skoda и Opel. Я еще разжена. Это уже не знаю, сколько времени было. Я говорю, я уже все и не могу. Они мне сказали, ну, хорошо, уезжайте домой, а завтра продолжим. То есть это даже не заканчивалось. К счастью, продолжить на следующий день не получилось. Женщину задержали настоящие полицейские. Только в участке она поняла, что ее развели на без малого 2 миллиона рублей. А еще заставили совершить преступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова